Я Иванова Айнура, ученица 7 класса Жанханской зрения общебразумательной школы Интернамы, представляю доклад «Солярные символы якутской культуры». Солярные символы – это схематичное изображение Солнца. В работе мы рассматриваем их использование символов государственности Якутии, символ Солнца в танце Ослоха. Цель работы – раскрыть значение солярных символов духовной жизни якутского народа. Гипотеза. Солярные символы присутствуют в символах государственности Якутии как отражение древних верований народа Сахар. С конца 90-х годов 20-го века значение этого символа углубилось и появилось на гербах урусов. Возрастла роль послуха как духовно объединяющих сил. Все эти факторы связаны с ростом национального самосознания, понимания уникальности Якутии в составе России. Предмет исследования. Солярный знак в символах государственности Якутии и символика НЭ. Солнца в танце Ослоха. Метод исследования. Анализ литературы в соответствии с темой. Систематизация добранного материала. Сопоставление и сравнение. Опрос обобщение. Работая над докладом, мы выяснили, что солярный символ во всех культурах несет глубокий философский смысл, используется в символах государственности. Во флаге Якутии белый круг – северное солнце, которому поклоняются предки якуитов как волны. Гербы улуса в Якутии, утвержденные в начале 2000-х годов, аннегалически отражают первые особенности. Солярный знак в разных вариантах присутствует на гербах шести улуса. Солнце в гербе у сентарского луса присутствует косвенно, как силуэт людей, танцующих Ослоха, что показывает значение сентарского луса как хранителя якутиской культуры. Душа праздника Иссы – Оусолхой. В нем увековечен образ солнца как волна. Смысл Ослоха в древности заключала вознесение к божествам Али. Якутии ненавали себя людьми солнцем – кинджаном. В этом заключена идея единства человека и вселенной. Если хороводный танц во многих странах потеряет свою объединяющую силу, то значение Ослоха возросло. Люди, совершая магический круг, движение в вечность, духовно обновляются. Они осознают, что человек солнца должен творить добро, дарить людям радость и любовь. С 90-х годов Ослоха возродился как массовый танец, символизирующий солнце, жизнь, добро. Основана школа традиционного танца. Проводится фестиваль круговой танца в Сибири. Молодежь не должна забывать свои корни и традиции. Нужно бережно относиться к своему наследию. Считаем, что гипотеза доказана. Принятие 27 сентября 90-го года в декларации о государственном суднеститете при взор подъеме духовной культуры народа Сахар понимает свою великальность и конкурсию. В этом процессе свою роль сыграл и солярный символ. В ДВЕДЕЛЬНОЕ СЕКЛЕЙСКИ